Присаживайтесь в любви Божьей, как большая домашка, да? Обожаю, когда вот чувство того, что ты вот как у себя дома. Как угодить Богу? Задавал ли ты себе такой вопрос? Как угодить Богу? Давайте сразу прочитаем местописание. Это послание к евреям, 6 стих 11 главы. И там сказано, что без веры Богу угодить нельзя. Как же угодить Богу? Первое, с чего я начну, это с веры. И вы знаете, каждый человек, каждый из нас, он во что-то верит. Представьте, даже атеисты, они верят в то, что они ни во что не верят. Кто-то верит в силу космоса. Мы же верим в Иисуса Христа. Представляете, даже кто-то верит в макаронного монстра. Они там, ребята, носят друшлак на голове. Там даже на права надо было фотографироваться с друшлаком. Вот такая вот вера. Немного абсурдная, смешная, но все-таки вера. Есть люди, те, кто верят в свои силы. Вы знаете, мне так нравится, когда Бог что-то говорит для нас. И ты это чувствуешь прям от нескольких людей. Просто читаешь Библию. Я знаю точно, что Дух Святой, он чувствителен к абсолютно каждому человеку. Вот сейчас Лена выходила, делилась словом, да. И она рассказывала нам про парня, который верил в то, что у него есть свои финансы. То есть он соблюдал все, он соблюдал весь закон. Но у него была эта надежда. Надежду мы можем сравнить с верой. Он надеялся на свои финансы. И поэтому и Бог расстроился, и парень расстроился. Мы можем посмотреть на этого парня и увидеть, что он все знал. И иногда мы в своей жизни, иногда я в своей жизни, я все знаю. До того, как я принял Иисуса Христа в свою жизнь, знал ли я, что поступать плохо по отношению к другим людям нельзя? Ну, конечно же, знал. Иногда нам здесь, в церкви, из-за кафедры говорят о каких-то вещах. Вот правильно делать так, вот правильно делать вот так, а вот так делать нельзя. И мы об этом, обо всем знаем. Но вы знаете, наши эти знания, да даже то, что нам в школе будут преподавать, да, любые знания, они без веры вообще не имеют. Не имеют ничего, никакой силы, никакого веса. И наши знания, они могут оживать, это просто представьте, как книжный шкаф, в котором сложены эти книги, наши знания. Но живыми они могут стать только в том случае, когда мы их начнем прогонять через веру. Знаете, точно так же, как и каждый человек, он во что-то верит. Каждый человек чем-то в своей жизни занят. Вот абсолютно каждый человек. Даже те, кто ничего не делают, они заняты тем, что ничего не делают. Я сегодня буду очень много, наверное, говорить о каких-то очевидных вещах. И у каждого из нас жизнь, она на протяжении всей жизни, мы чем-то заняты. И у христианина жизнь, она всегда должна, не знаю, наверное, не то чтобы должна. Жизнь христианина, она занята служением Христу. Если твоя жизнь не занята служением Христу, то чем она занята? Знаете, очень часто в детстве, не знаю, как у вас, у меня, мне родители сказали, тебе надо идти туда, в студию изобразительного искусства. Я пришел, мне не понравилось. Ну ладно, тебе надо идти туда, на секцию футбола. Тебе надо идти в музыкальную школу. Мне было очень тяжело заниматься в музыкальной школе. Когда ты вот такой вот маленький ребеночек, и у тебя пальцы в кровь от гитары. Но мне почему-то нравилось. Хотя и не так сильно нравилось. Какие-то вещи в жизни нам вынуждают, нас вынуждают поступать так или иначе другие люди. Представьте, чем бы, чего бы могли добиться, вот чего бы, вот мой брат старший, он закончил музыкальную школу. Я, честно, я не помню, он, по-моему, с момента получения красного диплома, красного диплома, все пятерки. Он, я не помню, чтобы он хоть раз гитару в руки взял. Может быть, так и было, но сейчас он, он даже не помнит, как на ней играть. Это те знания, которые, они просто, они бесполезны. Они помещенные на полочку и никак не используются. Знаете, я хочу, чтобы мы с вами сегодня поговорили о нескольких людях. Для меня они являются одними из героев веры. Давайте поговорим о Моисее. Мы не будем читать всю главу. Если вам интересно, вы можете прям начать книгу «Исход» с самого начала читать. И вы поймете, вы сможете на себе ощутить тот путь, который прошел Моисей. Но сегодня мы с вами коснемся конкретно 14 главы книги «Исход». Там происходит ситуация. Еврейский народ вместе во главе с Моисеем, они вышли из Египта и пришли к морю. И Бог заповедует Моисею стать им перед морем. «И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, запрела их пустыня». То есть это Бог повелевает человеку. После этого Бог говорит о том, что я ожесточу сердце фараона, и он погонится за вами. Они стоят, я наблюдал, я не помню, это либо какой-то фильм был, либо сериал, в котором экранизирована вся вот эта ситуация, что огромная толпа народа, Моисей, они знают, что за ними уже гонятся. Бог сказал только Моисею о том, как дальше будут происходить, развиваться события. Все остальные люди, и сам Моисей стоит, ему страшно, он ничего не понимает. «И сказал, и сказали Моисею, это 11 стих, 14 главы книги Исхода. «И сказал Моисею, разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас? Пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовек». Здесь Бог говорит через Моисея, здесь Моисей народу говорит о том, что «ребята, стойте крепко на тех словах, которые дает вам Господь. Верьте в то, что Бог совершит чудо». И Бог совершил чудо, Он раздвинул море, впоследствии вся египетская армия там же и осталась в этом море. И вы знаете, наша вера, она как море. Я реально люблю, мы в классном городе живем, часто езжу в Адлер, и есть возможность любоваться морем. И знаете, я увидел, что наша вера, она как море. Ты можешь ее иметь, но она не имеет никакой пользы, пока ты не начнешь ею пользоваться. Те, кто в Сочи давно живет, поймут, когда задают вопрос, сколько раз ты купался в море за сезон, да? Ну, три, четыре, да? Порой бывает у нас в нашей жизни так. Кто-нибудь знает, что такое серфинг? Серфинг — это когда человек на доске по волнующемуся, бушующему морю движется по волнам. Вот вера вместе со знаниями, знаете, я увидел так, что море, как наша вера, а серф — доска, на которой ты бороздишь, — это наши знания. Это когда мы начинаем вместе наши знания о том, что есть какие-то обетования, что Бог что-то нам обещал, что Бог что-то заповедует, что Бог тебя просит так или иначе поступать, и ты их начинаешь принимать и растворять в себе верой. Когда ты начинаешь верить и крепко понимать, да, вот в примере этого юноши, который пришел к Иисусу Христу и начал ему задавать вопросы, он реально не верил. Он не верил в то, что без денег у него в жизни будет точно так же все классно, как и сейчас. И поэтому и он расстроился, и Бог расстроился. И мы видим в лице Моисея, как он начинает применять те знания, которые ему дает Бог. Потому что одно дело, когда тебе ты что-то услышал, прочитал в Библии, что не слышала того уха и не видел глаз, что приготовил Бог любящим его. Все же знают это местописание. А верю ли я в это местописание? Точно так же и Моисей. Моисей знал, ему Бог сказал. Но те знания, которые ему дал Бог, ему нужно было принимать верой и растворять верой. С другой стороны, мы можем уйти в другую крайность. Знаете, если служение Иисусу Христу выглядело бы как контракт, что вот ты пришел, я говорю, Господь, я хочу посвятить тебе свою жизнь. Ага, а что будет потом? То-то, 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 то-то. И ты такой, ммм, наверное, не надо, наверное, не стоит. В жизни так не работает. Принимая решение служить Иисусу Христу, принимая решение жить вместе с Иисусом Христом, ты, не знаю, я принял это решение только руководствуясь своей верой. Мне понравилась очень классная фраза о том, что церковь не просто наш дом, а мы являемся частью церкви. А вот другой сильный муж веры, который вообще на протяжении всего Нового Завета меня удивлял, вплоть до того, как Иисуса стражники заберут в Гефсиманском саду. Это апостол Петр. Вообще просто какой-то обезбашенный парень. Я всегда восхищаюсь его верой. Момент, когда он говорит Иисусу, Иисус, повели мне, я пойду по воде к тебе. Вот повелевает. Вау, это просто, это был первый, единственный человек, по-моему, да, кто ходил по воде. Я больше чем уверен, он руководствовался только своей верой. В других местах мы читаем о том, что за кого меня почитают люди, а вы за кого почитаете? За Сына Божьего, конечно, а за кого же еще? И вот наше следование Христу примерно можно сравнить с хождением по воде. То есть ты изначально не знаешь и не понимаешь, что тебя ждет. Вот ты понимаешь, что будет что-то классное, ну, ходить по воде реально классно. Ты знаешь, так, вместе с Христом моя жизнь будет классной. И уже из этой веры следует доверие. То есть Петр, он доверился Богу. Сначала он поверил в то, что я могу идти по воде. Так, Бог, Иисус, повели мне идти по воде, и я пойду по воде. Я верю в это, я крепко стою на этой мысли. Я веру и растворяю в себе. Окей. Начинает идти, и он доверяет Богу. Знаете, бывает еще, у нас очень интересно, что в нашей жизни все вещи, они сравниваются какими-то крайностями, да? Что ты можешь быть либо фарисеем, либо холодным по отношению к Господу. Ты можешь либо хорошо учиться, либо не учиться, либо учиться очень плохо. Что-то среднего не бывает, да? И доверие, оно бывает разным. Вера равна доверию. Но только, знаете, не такое доверие, которое, так, мне нужно соблюдать закон, есть заповеди, вот мне нельзя делать так, так, так. В диалоге, в общении с одним братом я задал ему вопрос, как угодить Богу. И он ответил мне о том, что, слушай, ну, соблюдать заповеди, не грешить, поступать правильно, да? А потом он на секунду так запнулся, так, стой. Нет, ты знаешь, я хочу отменить свой ответ, потому что, соблюдая повеление Божье и закон, я очень часто, бывает, причиняю вред своим родным и близким. Или детям своим даже. Доверие, знаете, без ропота я имею в виду, что, когда пастор тебе сказал, вот тебе надо поступить вот так. Ладно, я буду так делать, ладно, ладно, блин, буду делать. Это не доверие, это ропот, это такое какое-то, терпение. И в моменте, когда Петр начинает тонуть, он перестал доверять, он перестал доверять, и он начал сомневаться, куда-то все его доверие Иисусу Христу, оно просто улетучилось. Мы помним, что вера, она равна доверию. Мне кажется, в этот момент у Петра просто пропала вера. Он перестал доверять Иисусу, у него пропала вера, и он начал тонуть, он начал сомневаться. Не дай места сомнениям в своей жизни. Никогда, как только маленькая, какая-то крупинка сомнений появляется, я сейчас говорю о тех сомнениях в принятии правильных решений, когда ты уже принял решение поступать так или иначе, правильное решение. Не дай вообще сомнениям разрушить твою веру, разрушить твое доверие, разрушить твои отношения с Богом. Всегда прогоняй прочь. Через это дьяволу будет очень удобно испортить тебе настроение, жизнь, вывести из воли Божьей. Именно через сомнения. Через сомнения мы видим, Петр потерял и веру, и доверие. Ну, как я уже сказал, да, это был такой, в кавычках, ну, такой обезбашенный, прям смелый человек. Бог ему потом подает руку, поднимают, и они обратно идут в лодку по воде. Вера, она равна верности. Если мы еще раз взглянем на Моисея, почитаем, посмотрим на его жизнь, мы увидим, что Моисей был верен Богу. Вплоть до того, пока он умирает, на протяжении всей своей жизни он верен Богу. Если мы посмотрим на Иосифа, ему тяжело вообще было. Представьте реально, если бы Иосиф знал все, что его ждет. Ну, такой сомневается, но вряд ли принять это решение, да? По-моему, вчера об этом уже здесь, с этого места говорилось. Так как же угодить Богу? Как же угодить Богу? У меня есть история одна. Друг мне ее рассказала. Ее бабушка, она давно верующая, но она не ходит в церковь. Она каждый день читает Библию, она молится, ну, в силу возраста, я даже не помню, почему она не ходит. Она и не православная, и не протестантка, по-моему. Но она читает Библию, она добрая, она невероятно добрая, она молится, у нее есть какие-то отношения, вот есть то, чего иногда, не знаю, порой мне не хватает. Может быть, тебе этого порой не хватает, да? Так как же угодить Богу? Мы сегодня пели песню про то, что мы иногда пытаемся стать лучше для Бога. Я иногда в своей жизни замечаю, что какие-то вещи я совершаю для того, чтобы угодить Богу. А вот это тебе понравилось? А вот здесь вот я правильно, Господь, сделал. А вот это, а вот здесь вот тебе нравится, как я живу? Я понял, я ходил всю неделю, готовясь к тому, чтобы поделиться этим словом с вами, я ходил, и я многим людям, я задавал этот вопрос, как же угодить Богу? Как же угодить Богу? И ответ, он настолько удивителен был для меня. Оказывается, это вообще не важно. Это вообще не важно. Ну, как бы это имеет важность в нашей жизни. Мне, допустим, мне приятно знать, когда я совершаю какие-то вещи, какие-то поступки, помогаю, может быть, другим людям, чтобы мой отец невестный на небесах так посмотрел вниз и сказал, весьма хорошо. Но на самом деле я увидел, я увидел, Бог мне открыл, Бог показал, и Бог сказал о том, что, сын мой, важнее будут твои отношения со мной. Это и есть угождение Богу. Без веры угодить Богу нельзя. Вера равна доверию. Вера равна верности. И причем разные люди мне разные ответы давали. Нужно быть верным, нужно доверять Господу. Это все правильные ответы. Но я лично вижу, что ничего этого не может быть без отношений с Богом. я не знаю, я искренне хочу, я понимаю, как прекрасно иметь детей, когда у меня будут дети, чтобы я мог переживать хотя бы что-то похожее на то, что переживает мой небесный отец. Эту любовь к своему ребенку и понимание того, что для меня, для меня, я заранее для себя определил, что в воспитании своих детей я буду на первое место ставить это личное отношение с ребенком. И точно так же наш Отец Небесный. У Него на первом месте всегда стоят наши с Ним отношения. Мы никогда не сможем угодить Богу тем, что вот все время будем служить в церкви или там еще что-то делать. Вот я там заработаю все деньги мира, построю дом малютки размером там, не знаю, на 500 тысяч детей, да? И тебе Бог это понравится. Какой же удивительный Господь, да? Парень, который пришел к Иисусу и говорит, я все исполняю, все делаю, все как надо делаю, все живу правильно, не матерюсь, не пью, аж кьюдишку не курю, там музыку Маргенштерна не слушаю, там родителей каждую неделю в кафе вожу, там место бабушкам уступаю в автобусе, да? А во что ты веришь, сын? Во что ты веришь? А, в деньги? Ну, раздай все. И наше личное отношение с Богом это любовь. Мы призваны здесь, сюда, в этот мир, для того, чтобы донести тем людям, которые в мире живут без Господа, ту любовь. если мы посмотрим в Новый Завет, большинство обетований, которые Бог дает нам, они с небольшим условием. Ну, например, не слышал от того уха и не видел того глаз, что приготовил Бог любящим Его. Любящим Его, призванным по Его изволению все содействует ко благу. Аминь. В этом есть вся прелесть нашего угождения Богу. Если ты начнешь, если ты начнешь, начни с малого, начни реально с самого малого. Пять минут своего времени в день, пять минут, это не так уж и много. Приди, сядь, можешь помолчать просто сказать, Господь, я зову Тебя сейчас сюда ко мне. Вот я закрыл за собой комнату, в личную комнату, я зову сейчас, я призываю Тебя, Господь, приди ко мне и просто побудь здесь вместе со мной. В этом плане мне очень нравится, что есть выражение такое, да, Москва не сразу строилась. И наши отношения с Богом, они точно такие же. Мы люди, они точно такие же, как и отношения с людьми. Иногда бывает сложно с людьми строить отношения, начать общаться, начать что-то делать. Начни с малого, начни уделять пять минут своего времени в день. Ну, а с другой стороны, если ты достаточно времени уделяешь Богу, а посмотри на свою молитву, как она выглядит. Я иногда бывает молюсь, 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 и просто так себя останавливаю, так стоп, 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 стоп. Как будто бы у меня пюпитер стоит, там заученные какие-то тексты, и просто так, каждый день мне нужно вот-вот молиться так-так-так-так-так-так. Это полезно, это важно, но ты не угодишь так Богу. Бог послушает, посмотрит на это все. Что-то не хватает тебе, вот чего-то не хватает живых отношений со мной, когда ты приходишь такой, какой ты есть, плачешь, смеешься, рассказываешь. Вы знаете, очень классный способ общения с Господом это рассказывать Ему то, как прошел твой день. Прямо в подробностях. К сожалению, я не часто так делаю, но когда я так делаю, это приносит невероятную пользу. Это вот как отношение просто с живым человеком. Наш Бог живой. Когда ты с Ним общаешься, Он прямо рядом с тобой находится. Он внутри тебя. И начинаешь рассказывать Ему, Он и так это все знает. Он знает, как прошел твой день. Он даже знает, как пройдет твой завтрашний день. По крайней мере, может предположить, все зависит от твоих решений. Но Ему будет приятно. И я думаю, в таких ситуациях наш Отец там на небесах, Он говорит, весьма хорошо. Знаете, всем сложно. Абсолютно всем сложно. И мы видим, что самому Иисусу Христу Ему было в каких-то моментах сложно. Когда Иисус поднимается вместе с учениками на гору Преображения и встречается с Моисеем и с Ильей, написано, что они разговаривали о предстоящих событиях. О тому, что предстоит Иисусу Христу пройти. И после этого мы читаем о том, что Иисус Христос в Гефсиманском саду молится и просит, что пусть будет воля твоя, но не моя. Он был на сто процентов человек. И какие-то вещи он понимал. Так как он Бог, он полностью знал, что его ждет. Но у него было четкое понимание того, что совершив этот поступок, спасутся тысячи, тысячи и тысячи людей. Личные отношения с Богом. Мы даже видим, что Иисус Христос, Он просто постоянно ходит и ночами молится, общается, общается, общается с Господом, общается. Мне интересно, о чем они общаются. я начинаю сам с Богом общаться, задаю вопросы, о чем с тобой Иисус общался, а как вы общались. И я порой не слышу ответ прямо здесь и сейчас, но на следующий день, встречаясь с братом из церкви, начиная общаться, он какие-то вещи мне рассказывает, у меня слезы на глазах наворачиваются. Какой ты классный Господь, как классно, что ты Бог живой и разными способами можешь со мной общаться. Знал ли я, что нужно жить с Богом, что с Богом жить лучше, что Бог существует? Да, знал. Делал ли я так? К сожалению, нет. Только к 25 году своей жизни я начал так делать. Ты очень молодой, ты такой классный, каждый, вот я говорю сейчас каждому, ни одного человека нету сейчас ни здесь в зале, ни слушающих эту трансляцию, ты классный. И твой мозг просто не может себе вообразить, что тебя ждет. Построй свою жизнь на личных отношениях с Богом. И тогда те знания, те обетования, те слова, те обеты, которые вот в этой книге есть, они из личных взаимоотношений с Богом начнут воплощаться в жизнь. Ты начнешь видеть чудеса, через тебя Бог начнет спасать людей, через тебя Бог начнет работать дарами и талантами в церкви. Я иногда порой просто я удивляюсь, говорю, Господь, кто я такой вообще? Вот реально, кто я такой, что ты меня используешь в этой церкви, для этих ребят, для этих людей, кто я такой? А в ответ, честно, очень часто я просто, я чувствую улыбку Бога, чувствую улыбку Бога, говорит, нет, подожди, сын, продолжай отношения со мной и ты увидишь, что будет в будущем. Будет сложно? Да, отчасти будет сложно. Было ли Иосифу сложно? Было. Моисею было сложно. А Петру так сложно было, когда он натрекся от Иисуса. В грудь себя бил, говорил, да я с тобой сейчас на крест. Иисус! Будет сложно. Но ты, он сказал, Петр, камень, на котором я построю церковь. И для каждого из вас, для каждого из вас есть невероятное, невероятное будущее. Так как же угодить Богу? Я думаю, каждый из вас услышал ответ на этот вопрос. Как угодить Богу? Давайте встанем на наши ноги. Воздадим Господу славу, ведь он один достоин. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ